Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games, с вами я Скиф, это Don't Start Together, продолжаем играть за Вольфганга, продолжаем что-то делать, как-то выживать, и весна подходит потихоненьку к концу, осталось 4 дня, это говорит о том, что в скором времени надо как-то готовиться к лету. Так, смотри-ка, трава побеждена, подожди, жалко выглядит, это нам намекает на то, что типа заражено, Вольфганг, так подожди, давай тогда лопату сделаем и выкопаем, протестим, так подожди, вот это, да. Эээ, пресекли чуму, отлично, и спасли тем самым куст, только вот на такой стадии можно ее пресечь, если, соответственно, подзамешкаться, то уже будет поздно. О, паньки, а чума-то вот еще где, нормально, давай выкоп, так, жди, по-моему, не тот, вот это надо. Зараза, чума быстро успевает на грядках поселиться. Ну и было бы неплохо, если бы у нас летом под землей были грибные плантации хоть какие-то, поэтому надо бы навоз, надо гниль, 16, 3х8, 24 гнили, хотя бы 3 грядочки было бы уже очень неплохо. Так, 21 гниль, а этих надо сколько? 15, окей, надо немножечко гнили и деревца же у нас есть, живые бревна. Да, живые бревна есть, это замечательно. Давайте, наверное, один комплект сделаем, на всякий такой случай сходу. Так, что у меня с собой факел, это все есть, как бы прекрасно, и пойдем сейчас еще немножечко гнили поищем. Все это вот пока забираем, это забираем. Делаем, получается, грибную плантацию, нам бы надо еще, да, то есть, 8, 3, 3 гнили надо, и где-то 4 бревна, ну не где-то, а точно 4, еще на 2 грядки. Хотелось бы сразу найти гниль и уйти в подземелице, а уйти мы, где будем уходить, кстати-то, какие у нас варианты. Вот здесь проход есть, вон там есть проход, по-моему, я вот этим пользовался, или вот этим, около пчелы, я уже и не помню. Так, тут сколько гнили, а тут это сгнило, бита мясная. Ну окей, сейчас поищем. Насобирал гнили уже даже больше, чем планировал, плюс тут всяких вон туклых яиц пособирал, это может, в принципе, пригодиться. Давай подкаваем. И посмотрим, я не помню, где мы уже лазили под землей, и какой вариант приглядели. Ухт, ухт. А вот и уголь подъехал. Или мы нигде еще не лазили под землей? Хм. Тогда, наверное, ту воронку все-таки использовать имеет смысл, около пчелок, но, тем не менее, там ближе к тому же муравьиному льву. То есть, а у меня, в принципе, в планах есть, наверное, этим летом муравьиного льва шатнуть. Почему бы нет, да? Ну, посмотрим, как пойдет дело. В принципе, шатается он достаточно просто, особенно на вольфганге. Поэтому, может быть, и стоит. Вот и карстовая воронка. Также подарочек подъехал, но потом посмотрим, что у меня там за ботинки новые и какого белого цвета они. Такс. Немножечко ресурсов никогда не повредит. Ну и под землей надо осмотреться, как минимум. Потому что фиг бы его знал, что тут за местность и стоит ли здесь селиться. Поэтому давайте сейчас быстренько прочекаем, как тут оно вообще вокруг. И подумаем, подходит ли это место для нашей базы. Есть ли тут места с подсветкой? Может быть, пчел каких-нибудь под землей, под водой почему-то у меня. Хотелось сказать, под землей у нас тут... Плодить, размножать, содержать, в общем-то. Почему бы и нет. Ну и где грибы высадить? У нас хватает на три грядки, это замечательно. Ну и вроде бы пока местность спокойная. Единственное, в такой местности бывают пауки тусуют. Это давайте посмотрим, если есть где-то рядом коконы. Возможно, стоит сразу их шатнуть. Чтоб они нам в дальнейшем не мешали. Вон травишка всякая есть. Это уже неплохо. Так, что-нибудь еще полезное тут есть. Нет, ну местность такая, располагающая к установке базы. Я бы сказал, да. То есть у нас сюда получается проход, потом туда дальше куда-то еще путь ведет. Но пока у нас последние деньки, мы там разведку уже будем проводить непосредственно летом. До того момента надо бы как бы подготовиться, сделать себе плацдарм, где мы расположимся и как бы прикроем свои тылы. Мы сможем там кинься, хилки, еду готовить, рассудок капать и так далее, да? Хм, кстати, мне еще бы желательно палатку по земле поставить. В идеале-то надо посмотреть, что у нас там по паутине, потому что палатка, она достаточно дорого по ресурсам-то стоит. Да, шесть паутинки. О, да. Я люблю землетрясения. В скобках нет. А еще лампочки нужны. Так. Давай-ка мансить аккуратно. А во лампочки. Так, ну смотри-ка. А, я думал это новый выход. Это, собственно, тот, через который мы пробрались. Так, это сюда. Немножечко лампочек соберем на всякий такой случай. Ну и я так думаю, все-таки вот это место под вазу вполне себе может и зайти. Еще лампочку. Смотри-ка, ягоды растут. Че тут нету. Вообще местность достаточно спокойная. Офигеть! Тут даже пруды есть. А пруды это круто. Мы тут сможем угрей половить, если что. Хм. Мне это место все больше нравится на самом-то деле. Как место для опорного пункта для нашего подземлей, да? Для нашей подземной базы. По крайней мере. Да. Определенная. Сейчас надо только определиться, где и что у нас будет. Озерок сколько, а? Этих угрей еще можно вылавливать и... Выменивать у того же... Короля свиней. Они стоят по пятерочке. То есть, как те же провода. Ох, смотри, камни валяются. Кирка валяется. Прям вот... Прям заезжай и живи! Ё-моё! Вот это круто. Где же мы тогда базу будем размещать? Ну, смотрите, получается так. Где подсветка? Ага. Ага. Тут вот рассвело прям-таки. Надо как-то разметить территорию, что ли. Ну, немножечко приблизительно так разметил, на самом-то деле. Пока что сойдет. Вилы бросим здесь. Дерн нам все это пригодится. Такс. Нам тут еще понадобится, по идее, алхимическая машина. Ну, скорее всего. Почему бы и нет? Что-то у нас еще же далеко не все изучено. Так, это я, по идее, только сжечь могу, чтобы она мне не мешала. Так, папоротник нам тоже вроде бы не нужен. Подсветка местная тоже пока тут валяйся. Сюда я хочу высадить наши грибные плантации. Конечно, замечательно, что я там грибные грядки разместил. Единственное, мне туда посадить особо нечего. Пока что надо грибы зеленые хотя бы найти. В идеале, конечно, споры садить. Но это в идеале. Да, конечно. Рубаха пола. Спасибо. Спасибо, игра. Низкий поклон. Я что-то как-то другого особо-то уже и не жду. Единственное, когда мне хоть что-то падает хорошее, это наивинты. Там, видать, дроп повышенный с сундуков. И даже таким неудачником, как и мне, что-то допадает. Ну, в плане дропа. Потому что мне ни черта не берет в плане дропа. Хоть иногда, раз в год и ружье стреляет, так и мне что-то полезное падает. Ну, относительно полезное. Кстати, в один из последних ивентов мне вот эта вот котейка выпал. Рюкзачок. Довольно милый. Ну и немножечко зеленых грибов соберем. Тут, конечно, биом, где у нас король свиней обитает. Тут грибочки водятся в достаточно, наверное, больших количествах. Но что-то сейчас их как-то не видно. Или какими-то я негрибными местами пошел. Или у меня какой-то лес не очень-то и грибной. Как хотелось бы. Так, еноты-котиков можно поубивать, крампусов повызывать. Но мне это не особо-то и нужно. А вот зеленых грибов хотелось бы собрать. Так, ну три штуки собрал аккуратно, три грядки. Но этому маловато. Хотелось бы как-то побольше, что ли. Ну, мы гниль пособираем. Так, ну все, трындец. Здорово, кот. Что, тебя, что ли, поубивать? От безысходности мне просто делать нечего, понимаешь? А, еноты-кот. Черт. Ну, такое ощущение, что надо бы их поубивать с лучшей. Давай попробуем, по крайней мере, что у нас там еще. Время вроде есть какое-то. Так, силища. Где-то там котейка. Котейка. Он заподозрил что-то недоброе. Есть подозрения. Так, ну вообще грибы тоже пособираем. Там в готовке штука полезная. Так, все. Вот и мясо. Мясо нужно. И тут у нас много котов. Давайте всех пошатывать. Что-то ладно, короче. Как-то котов тут в достаточном объеме не нашлось. Тогда я бегал, что-то их прям нормально было. А сейчас они чуть прям посныкались, что ли, все от меня. Говорят, ну нафиг, это дерьмо, короче. И ушли куда-то. А я их так хотел пошатать. Так, разные грибочки пособираем. Ну, чисто для еды, почему бы и нет. Раз все равно бежим. Так, давай, трость в руки. Господи, сколько кашица всякая валяется. По-моему, котейки типа навыплевывали. И у нас уже практически лето, поэтому что надо сделать? Дров еще подготовить. Хотя мы дров можем под землей надобыть. Сбегать быстренько, посадите грибочки, я думаю. Получается, вот здесь вот грядочки у нас уже расположены. Как бы на лето. И грибы. Дабы рассуды капать. Там вон еще ягоды всякое такое. Но пусть будут. Пусть будут. Нам они пока что никаким образом не мешают. Даже очень наоборот готовить вполне себе помогут. Ну и надо, кстати, угля и дерево насобирать. Торф этот все тоже сюда пускай. Камни мне еще в идеале надо. Посмотрим, надо базу начинать как-то обустраивать. Конечно, что же еще может пойти, как не дождь из лягушек? Не издеваетесь. Последний-то день весны. Вот, это конечно жестко. И натравить-то их особо не на кого. Хотя, дай подумать. Дай подумать. Вон там, по идее, у нас еще гусыня была. Я не помню, убивала. Либо лусята были. Не гусыня, да? Кто-то был. Кто-то был, возможно. Поэтому погнали. Может быть, удастся натравить в идеале. О, да! Здесь у нас как минимум лусята и вот она гусынька. Все, лягухи, давайте, шатайте. Шатать! Моя лягушачья армия, восстань! Вот как-то так. Лягушки против лусихи. Кто кого? Кто кого? Блин, я не вижу хитпоинтов. Ну ладно, окей. Будем болеть за лягух. Чтоб они затащили. Там еще и лусятки маленькие есть. И мы, по идее, на выходе получим очень много лапок и всего прочего, кстати. А мне, блин, места-то нет. Так-так-так-так-так-так-так. Надо бы место, знаете ли, освободить, что ли. Что я еще могу-то выкинуть? Блин, ну лягух много, просто много. Ха-ха! Так, давай лусиха тащи. Растаскивай. Тебе еще надо сколько-то луи... Ну хотя ладно, пускай она, наверное, отъедет. И потом еще у нас лусятки бегают. Я бы их тоже хотел, чтобы лягушатки убили. Ой-ой, что-то мне нехорошо. Ну лягушачьих лапочек у нас знатно будет. Его аккуратно лето должно хватить, надеюсь. Там что-нибудь поготовить. Нам еще казаны надо заготовить. Так, сейчас еще весна закончится. Ну, первый день лета, это как бы... Ух ты, смотри, отъехала. Вот, пошла. Пошла возня. Так, я даже вмешиваться не буду, делитесь сами как-нибудь. Черт ночь. Ладно, гниль. Я вот лучше попромышляю, как бы, беспалево. Смотри-ка, лягухи это просто, конечно, машины для убийства. Просто, мать ее, машины для убийства. Тут еще и перья, все на свете. Надо сбегать домой. Просто я боюсь, что кто-нибудь сожрет. О, смотри, притаились лягушки. Сбегать домой, выложить. Ёпта. Я не доверяю вам. Лягушатки. Скидываем, в общем-то, все, что мы тут нажили, честным трудом, по сути. И лето, да. Надо бы уже отсюда сваливать по-хорошему. Внезапный сюрприз. Так, что у меня по углю? Угля чуть-чуть. Хвосты у нас еще есть, есть. Ну и надо сбегать то забрать, что мы еще там оставили. И под землю активно сваливать. Кстати, вот удочка, хотя нет. Еды-то мне должно хватить за глаза, на самом-то деле. С едой-то мы разобрались, ну, как бы, подкараулили. Кстати, к месту. К месту лягушачья дождь. Очень к месту. Хорошо, что я самолично решил не шатать. Как бы, вот, лусиху, которая тут тусила. Где она, кстати, тусила? Эээ. Так, вот тут возле озера. Окей. Погнали. И нам надо бы уже под землю сваливать. Круто! Считай, 11 перьев. Ну, еще тут немножечко миска. Бревен малое взял, наверное. Сколько у нас там на казан чего надо-то? Ага, там нужны камни, там нужен уголь. Надо еще угля раздобыть. Ну, если что, пожжем что-либо в подземелец, конечно. Какие у нас там могут быть проблемы-то? Кстати, похавать надо. Ну, ладно, по ситуации разберемся. 35 перьев за первую, как бы, весну. Неплохо. Учитывая, что я даже особо-то и не старался, блин. Как-то так оно само вышло. Ай-яй-яй, плохо. Плохо. Плохо мне. Так, давай думать, что нам не забыть. Так, дерево с собой тоже. А-а-а! Из того, что не забыть. На секундочку. Так, это вообще все клево. Нам в любом случае, наверное, два рейса придется сделать. Единственное, чтобы все не сгорело, надо контролировать. Но у нас же холодос еще должен быть. Это надо золото, шестеренки. Есть ли у нас шестеренки? Есть. Так, золото. Давай хотя бы один холодосик. Ну и для того, чтобы сделать казан, нам надо уголь и камни. Уголь сходу берем. И бежим, может быть, сейчас еще по дороге найдем. Так, у нас пчелки стали нормальными. И нам в любом случае надо, кстати, вот этих пчелок поистребить. Которые нам тут активно мешаются. Мы побежали за углем, сбегаем. Блинский, блин. Я думал, тут пол леса выгорело, а тут понты, короче, пожар-то был. Вообще прям какой-то детский. Так, подожди. Мне хотя бы два казана для начала. Это 12. А, ну все нормально. Хотя бы на два казана хватает. Уже хорошо. Сейчас быстренько под землю нырнем. И сбегаем еще раз на поверхность. Доберем, чего у нас там не хватит. Осталось только как-то их правильно распределить, что ли. Давай камней. С рассудком беда. Походу беда это будет только больше. Учитывая, что я стою и мог тут тупо. Ладно, ставим на раз казан. Здесь потом мы, как бы, декоративно все это красиво сделаем. Ставим два казана. И холодос у нас получится будет вот здесь. Так, вот здесь. До этих казанов достаешь. Окей. Этого пока что более чем достаточно. Еду сюда, все закидываем. Так. Какая-то такая себе, знаете ли. Тема с дождем летом. Можно как-то без дождя, пожалуйста? Ну, на базе надо как-то максимально быстро все взять, что нам нужно. Что мне там может пригодиться? Ну, это на выходе может пригодиться. Пусть будет. Так. Сначала то, что в холодильнике добрать. Так. Сейчас у нас тут жара еще накатит. Вот это нафиг заберем. Дальше что у нас там? Трава может пригодиться. Давай стак добьем. Ветки. Тоже могут пригодиться правильно. И мы с паутиной так, кстати, не разобрались. Придется рассудок так как-то апать. Черт. Ну, ладно. Остальное все пускай как есть, так и будет. Подштопаем на всякий шуток. Как было? Наш глазонтик. И погнали под землю. Броня есть, все есть. Ну, дерево будем как-то мутить уже под землей. Ага. Хотел бы я, кстати, костер поставить. Но вот с камнем что-то как-то беда. Вот это тоже не очень. Поэтому надо сначала, наверное, быстренько разведку проводить. Но опять же, как ее проводить, если... Тупо долбанный дождь. Серьезно. Лето, что с тобой не так? Эй, давайте, кстати, еды приготовим. Что-то хавать охота. Так, что у нас там по еде-то? Ну, у нас довольно много всего. И мы можем спокойненько себе что-то интересное приготовить. Так, сэндвич, сэндвич. Можно даже и не сэндвич. Так, подожди. Так у нас тефтелька вышла. Да подожди ты, дай ты рецепт вспомнить. Что ты мельтешишь? Да. Вот это дело мы сейчас пустим на индейку. А там подумаем уже... С рассудком уже наблюдаются проблемы. Поэтому соберем, хоть и не полноценную, но все-таки первый урожай. И я бы приготовил грибочков. Также я тут сэндвич готовлю. Сейчас посмотрим, насколько он вообще эффективен. Здесь я ресурсы пока просто скинул. Нам надо казаны все это поставить. Ну, казаны имеется в виду так. Гребаный дождь. Не казаны, а сундуки, конечно же, под всякую всячину. Хотя бы под первоначальную. Но несколько позже мы это сделаем. Блин, можно мне уже еды? Да я пойду. Спасибо. Насколько ты полезен? 37 хил. Ага. Такой себе, короче. Ну ладно, допустим. Давайте-ка посмотрим, что у нас тут в округе есть. Ну, по крайней мере, деревья какие-то я вижу. В небольших объемах. Но это, в принципе, будет достаточное количество для того, чтобы наши цели осуществить. Единственное, что... Ух ты, ух ты. Не надо вот меня трясти. Я бы хотел найти как-то камни, да? Потому что что-то с камнем у нас прямо тут конкретная беда. Так, подожди. Майн-сим. О, здорово, пауки. Так, может сюда вверх пройти? С кремнем-то проблемы нет. Вот есть с камнем. И тут много пауков и дерева. Да, именно в такой пропорции. Ёшки, моталки. Причем тут реально очень много пауков. Слишком этих много пауков. Ммм, там нужный нам биом, между делом. Как туда попасть? Ну, по крайней мере, какой-то биом, где есть камень, это уже хорошо. Потому что камня счет как-то у нас вообще очень мало. Четыре это не то количество, которое нам поможет достичь хоть чего-то. Построить хоть что-то. Хотя бы базовое, первоначальное. В нашей подземной этой базе. Твою мать. Еще и туда фиг просы как пройти, да? Ну да ладно. В любом случае на этом тогда. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал. Ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова